Встречу с люберецкими читателями провела редакция газеты «Московский комсомолец». Творческий вечер прошел во Дворце культуры. Там для гостей была организована целая программа, начиная с дискуссии и заканчивая концертом от народных артистов России. Что интересовало жителей в первую очередь, знает Мария Антонова. Такие творческие встречи с читателями МК проводит регулярно. Порядка шести раз в год. Редакция подготовила не только специальную программу, но и фойе Люберецкого Дворца культуры. Организовала подписную кампанию. Для общения с люберецкими читателями выбрали необычный формат общения – устный выпуск газеты. Тут такой, наверное, взаимный интерес. Во-первых, интересно и нам тоже встретиться лицом к лицу с нашими читателями. Не просто абстрактно, через экран компьютера или как-то еще. Вы, наверное, не дадите соврать. Зал сейчас заполняется, за моей спиной довольно много людей приходит. Поэтому, наверное, они тоже надеются от газеты, от авторов газеты получить ответы на какие-то интересующие их вопросы. Помимо дискуссий и ответов на вопросы, для гостей в этот вечер выступили известные артисты. Марк Тишман, Диана Гурцкая, группа «Доктор Ватсон» и другие. На мероприятие пришел и глава Владимир Ружицкий, который поблагодарил коллектив издания за объективное освещение работы округа. Я, Петру Марксу, сегодня благодарен, потому что в целом, что касается люберец нашего городского округа, в прошлом районе, всегда была объективная, достоверная информация. Ну а если мы где-то не дорабатываем, ничего страшного, надо критиковать, и мы пытаемся из этого делать выводы. Это тоже нормально, потому что мы читаем ту газету, где она интересна, где есть какие-то факты, где есть чего-то можно поучиться. В концертном зале Люберецкого дворца культуры почти не было свободных мест. Читатели, которые задавали самые интересные вопросы, получили в этот день памятные призы. Одним из победителей стал гость из Красногорска. Он предложил создать аллею именных деревьев на месте пожара и гибели людей в Кемерове. Зам главного редактора, одобрил, сказал, идея очень гуманная, интересная и как бы вечная. И подарили мне вот подарок МК, за что я им очень благодарен. Особенно благодарен жителям, которые зал был переполнен. Я очень доволен вашим городом и вашими прекрасными жителями. Отмечу, помимо простого общения с читателями. Одним из поводов также стал предстоящий праздник – День космонавтики, с которым сотрудники МК поздравили Люберчан. Мария Антонова, Андрей Иванов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.